Она ко мне заходит вся в ужасной истерике, в слезах за 29 лет. Я первый раз такую сестру свою увидела. Так прошло длительное свидание двух родственниц. Жительница Барнаула, назовем ее Екатерина, увидев в слезах свою сестру, начала бить тревогу. Обратилась в СМИ, прокуратуру, где рассказала о якобы провокационном поведении начальника женской колонии города Новоалтайска. Отбирание вещей, опять же, начальником. Это было зимой, ну, наверное, в 21-м году или в начале 22-го года. Он ее босиком разул, раздел и сказал, что это не положено. И все эти личные вещи у нее забрал. Тапочки какие-то, туфли. А еще, говорит Екатерина, ее сестру регулярно помещают в штрафной изолятор и запрещают звонить родственникам и смотреть телевизор. Такое отношение, по словам женщины, привело к психологическому и физическому истощению осужденной. Мы связались с руководством колонии. Там пояснили, что осужденная с марта месяца находится в отряде со строгим условием содержания. Девушка злостная, нарушительница режима. Осужденная Тюлебаева неоднократно ранее судимая за время отбывания наказания имеет 12 действующих дисциплинарных взысканий за нарушение формы одежды, за использование и употребление цензурных условий и прочее. Все действующие взыскания осужденные в установленном законодательстве Новороссийской Федерации порядки не обжалованы. Строгие условия почти ничем не отличаются от общих. Вот тебе и холодильник, и кухонные принадлежности, и даже место для курения. А по поводу звонков начальник колонии пояснил, что для строгих условий содержания невозможны, но лишь в экстренных случаях. Кстати, пожаловаться на жизнь в колонии сама осужденная по непонятным причинам отказалась. Сниматься не захотела. Она трудоустроена швеей на производственном участке колонии. Вопросов по ее поведению в настоящий момент нет. Также по норме выработки тоже вопросов нет. В этом году осужденная могла подать на условно-досрочное освобождение, но делать этого не стала. Понимала, что слишком много нарушений. Тем не менее, надежда на смягчение условий пребывания за колючей проволокой есть. Если к сентябрю не будет нарушений, осужденная вернется к общим условиям содержания и сможет звонить родным гораздо чаще. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.